Во дворе август, 10 число. Уже август у нас разбушевался, 35 градусная жара. И к чему я клоню, к тому, что я хотел бы показать вам сорок малины, которые, несмотря на большую засуху, очень... ну, наверное, на неделе три у нас не было ни дождя, никакой пасмурной погоды, сплошное солнце. И я хотел указать вам на сорок малины, который будет в промышленных масштабах давать очень много ягод. И вот, к примеру, вот этот сорт называется Евразия. И даже не к примеру, я бы хотел сконцентрировать свое внимание на этом сорте. Во-первых, посадка была сделана на осень, то есть саженцы зимовали в открытом грунте, садили через 30 сантиметров саженцы, через 40, думали, что, возможно, будут какие-то подмерзания и выпады. Так вот, сорт Евразия показал себя во всей красе. Значит, высота его, этого кустарника, до метра, ствол является штамповым, то есть это штамповая, скорее, малина, чем малина, которая требует подвязки, либо шпалеры. То есть вы видите, что кусты невысокие, как бы, да, и все они прямостоячие, и нету каких-то отклонений, отгибаний, то есть никакого в промышленных масштабах ухода, и даже при любительском возделывании этот сорт не нуждается в дополнительной помощи. Он самостоятельно растет, и даже в такую жару, как 30 градусов, вот сейчас на дворе где-то 29, вот так уже на спад пошло, ягода очень красивая, продолговатая, влаги ей, в принципе, хватило для того, чтобы показать свою ягоду. Я не знаю, на каком примере, вот так вот я примерно вот свои пальцы покажу вам для сравнения. То есть ягода где-то длиной более 3,5-4 см длиной, и урожайность куста она дает до 5 кг. Даже в первый год посадки вот этот вот куст даст около 4-5 кг. Ягода постепенно созревает, потом наливается следующее, и нет такого, чтобы, как некоторые сорта, типа, допустим, паланы, либо есть такой сорт зева, они не успеют отдать полностью вам урожай из-за наступления холодов. Этот же сорт является чисто ранним, то есть он, как и сорт геракл, является ранне спелым, и, конечно же, в промышленности он интересен тем, что ягода полностью вызреет, и вы полностью снимете 18 положенных тонн с гектара этого сорта. Вот. Сорт является устойчивым абсолютно практически, наверное, я не замечал на нем каких-либо заболеваний. Единственное, что могу сказать, что много откуда мы его наблюдали, очень часто встречается вирус метлы, поэтому будьте аккуратны, поэтому этот сорт неустойчив к данному вирусу, и метла это когда 250-200 побегов с одного места растет, и ягода деградированная, поэтому надо быть аккуратным. При покупке, допустим, большого объема саженца, вы должны на это внимание обращать. Вот. Я вот так вот наспех вам сейчас покажу его. Вот. Я вам наспех его покажу. Все кусты завязали много ягоды. Допустим, я так думаю, что он фору даст и пылане, и польке по своей урожайности. Мне кажется, что, наверное, равных по урожайности сортов, ну, во всяком случае, я не встречал. У нас где-то около 60 сортов, и этот сорт, он соответствует и своим вкусам, он, будем говорить, выше среднего вкус. Ягода продолговатая, транспортабельная, то есть она транспортировку спокойно выдерживает. Этот сорт довольно редко где можно найти, и чем он и привлекателен. Вот, к примеру. Вот вам, пожалуйста, вот такая вот нагрузка. Такая нагрузка.